Девушки отдыхают Здравствуйте! Я настоящий романтик, ищу свою нимфу. Со мной Максим и Константин. Виктор, 34 года. Хотел спровоцировать свою возлюбленную на чувство и выгнал ее из дома. Раскаялся, когда она ушла, но было уже поздно. Виктор – генеральный директор инжиниринговой компании. Имеет четыре высших образования. Занимается конным спортом и дайвингом. Путешествует по экзотическим странам, изучает быт и культуру аборигенов. Предупреждает, что живет на три города. Виктор не потерпит, чтобы его избранница командовала им. Женится на той, кто пообещает не превращаться в домашнюю клушу. Готов оплачивать домработницу, няню и салоны красоты. Мы вам рады. Виктор у нас был. Василиса, ты наверняка его помнишь. И у тебя уже были какие-то прогнозы. Что-то с того времени не изменилось. Вы вообще учитывали наши какие-то пожелания? Старался, да. Корректировали. Ну, сейчас посмотрим как. Василиса, сегодня что скажешь про Виктора? Ну, во-первых, чем мы глубже будем уходить в 2012 год, тем больше у Виктора шансов построить пару. И ближайшие два года для вас могут оказаться судьбоносными даже с точки зрения личной жизни. Поэтому замечательно, что вы здесь у нас оказались. Сказали, что ищите нимфу. На самом деле вам нужна наяда, морская жительница. И вы как мужчина прежде всего цените в женщине исконные такие женские качества. Нежность, покладистость, умение мужчине довериться, умение от мужчины зависеть. Да, что бывает на самом деле не очень часто. Но вот под этой пучиной чувств, под внешней нежностью, эмоциональностью, которой вы ждёте, может скрываться что угодно. Ну, как море, как вода, стихия воды в чистом виде могут скрывать как что-то прекрасное, например, сокровище. Точно так же, если нырнуть и начать ковыряться, копаться глубоко в этой самой воде, погружаться, может оказаться, что там какой-нибудь полусгнивший остов корабля, там акула притаилась, что-то страшное. Я пытаюсь сказать, что... Лучше так глубоко не нырять, в общем. Вот мне кажется, что вам, во-первых, действительно не нужно нырять слишком глубоко, но в то же время вы должны понимать, если девушка тихая и нежная с виду, это вовсе ничего не говорит о том, какая она на самом деле. Что вас не ждут сюрпризы, да? Да, совершенно верно. Которых он жаждет просто. Он такой он казантный, да, мужчина? Ну да. Он такой мужчина. Мужчина. Роза, я знаю, ты любишь таких женихов. Да, мне жених нравится, тем более я буду вашим и адвокатом, и, скорее всего, наверное, пиарщиком. Плюсы есть, возраст хороший, с недвижимостью все в порядке. Ну и присутствие, собственно говоря, а дети у вас, вы им помогаете, что характеризует вас с лучшей стороны. Но минусы тоже присутствуют. В виде бывших жен или матерей этих детей. Также живете на три города, четыре высших образования, но не каждая девушка потянет. А так жених хорош. Ну, конечно, Розе все нравится. Просто, когда нравится Розе, это надо просто рука-лицо сразу сделать, застрелиться просто. Мне кажется, тете Розе надо на нем самому жениться. В прошлый раз мы говорили о вашей девушке. Она была дочь индийского раввина. И все было вокруг этого. Но это было давно. Все это уже прошло. После этой девушки у вас была история, напомните нам, которая длилась долго, аж целых пять лет. И вот расскажите, что вас в этой истории не устроило. Почему так не дошло дело до предложения руки и сердца? Видимо, еще не был готов внутренне после первого брака. Как бы раз, ну, как говорят, дует на воду, да, когда обжарился. А от первого брака у вас осталось двое детей? Да, детей. Это шикарно то, что у меня есть. Очень люблю их. Но сама структура в голове еще не была в то время готова к браку. Знаете, Виктор, я вам что хочу сказать. Мой опыт показывает, что мужчина, так же, как и женщина, практически в первые часы понимают, что рядом с ними их... Вот мне нужен синомен половинки, потому что все время вспоминаю слова Великой Раневской, что половинка бывает только у мозга, у таблетки и у задницы. А вот у человека должна быть, наверное, не половинка, а... Идеальный партнер. Идеальный партнер. Поэтому я не думаю, что за пять лет у вас не сложилось к ней определенного отношения. Просто не хотели, не видели перспективы с ней. Я бы ему, если честно, заплела бы какие-нибудь дреды, там... Не, ну если его подкрасить, конечно... Красненький, там, с синеньким, например. Не, если его... Он же был белый. А сейчас черный? Он был белый? Он был белый. Он какой-то слишком цивильный. У него хребалы какой-то поганые. Нет, ну просто жизнь у меня была с точки зрения бизнеса, творчества бурная. Я много разъезжал. Не каждый человек способен это вынести. То есть, ну, я часто с собой, конечно, брал. Но поездки бывают сложные, поэтому, чтобы не нагружать, я часто ездил один. Вот. Это, видимо, явилось основным проблемным моментом. И в какой-то секунду я почувствовал, что меня не любят. Виктор, не верю. Послушайте, жизнь такова, что если два человека договариваются жить хорошо, то при этом нужно много работать. И иногда бывает работа с выездом. Поэтому, если два человека договариваются, это, как правило, не является причиной развода и разладок разных. Ну, уезжали в командировки. Вы же не были там по полгода. Не были. И если ваша женщина была занята тоже какой-то работой, то это не могло стать причиной для развода. Она уже не работала. Поэтому давайте поглубже. Не работала или не работала? Нет, не работала. Ну, я как бы нормально отношусь, если женщина не работает, потому что... Другой вопрос, чем она в это время занимается, да? Чем она занималась в это время, когда вы уезжали? Ну, мне бы хотелось, чтобы занималась саморазвитием, а этого не происходило. Ну, ты хотя бы просто, хотя бы просто и спроси парня, потому что без татуху и в таком дебильном прикинье он выглядит как лошара просто. Но мне хотелось бы все-таки выяснить, какого понимания вы ищете от женщины. У вас четыре образования. Образование медицинское, инженерное. Вы закончили управленческий институт или факультет. И также еще музыкальное. Будете продолжать дальше самообразовываться? Это автоматом происходит, конечно. А женщина ваша тоже имела четыре? Потому что непонятно, по какой специализации. Роза, извини, пожалуйста, хочу тебе возразить. А разве мы дома общаемся со своими мужьями на производственные темы? Все это в копилку. Мужчине нужно образование. И если одно неприменимо и не приносит денег, он получает его без ущерба для семьи. Другое какое-то, то, что нужно, это хорошо. А разве для жены важно его медицинское, техническое образование? Во-первых, разный уровень может быть. Во-вторых, ты обратила внимание, что я не нападаю на вас, Виктор? Ну, знаешь, есть такая категория людей, которые говорят, там, вот, знаешь, я такой умный, у меня четыре образования. А у тебя все лишь одно образование, давайте поясним. А может, жена была просто обычная, а он требовал от нее каких-то сложных, извините, умозаключений. Ну, здесь вы правы, да. И это считалось, что она не растет. Мне то же самое, я говорю, мужчина, в котором я жила, и в итоге вы знаете, к чему это привело. Поэтому вот эти разговоры о саморазвитии, это... Дело даже не в росте, а дело в том, что отсутствие общих тем людей разводит, к сожалению. И я так понимаю, что она недостаточно была страстна для вас и не умела показывать свои чувства, на которые вы ее провоцировали. Ну, все же люди разные, кто-то может открыто, а кто-то нет. Банально я потом проанализировал, я любил, а меня, как бы, мою любовь принимали. Ну, вот по каким сделали? Послушайте, почему мы вас так пытаем? Вот сейчас смотрят девчонки, которые будут за вас бороться, они должны знать, как нужно проявлять любовь к вам, чтобы вы ее заметили. Для одного мужчины достаточно горячий завтрак утром и выглаженные сорочки, а другому нужно бесконечно триндеть. Ничего не делать, только говорить, да, как я тебя люблю. Вот поэтому вам что нужно? Нет, и то, и другое добьет, загонит в могилу. Просто открыть сердце и быть такой, какая есть. И вот в этот момент почувствовать, что ты любишь и тебя любят. А она вот будет такая красивая и холодноватая, как Катрин Денев. И будет считать, потому что она росла в семье, где не принято было проявлять свои эмоции вот так. Это прекрасно тоже, если у нее под этой маской скрывается горячее сердце. Хорошо, Виктор, мы так долго про это говорим. Вот я хочу, секундочку, я хочу вам просто дать совет на будущее. Вот как женщина не может считывать ваши мысли, так и мужчина не может считывать мысли своей женщины. Поэтому уже сядьте, наконец-то, либо перед свадьбой, либо после, и скажите, мне вот это нравится, а это меня категорически раздражает. Я этого не понимаю, не чувствую, не люблю, не нравится. Тогда у вас будет все хорошо. Что же вы все сначала играете в молчанку, потом обежите в зад? Хочет дизайны и закрытости. Очень многие мужчины, и Виктор относится к их числу, любят в женщине загадку. И им кажется, что и с женщиной тоже лучше разговаривать полузагадками, полунамеками, тайной. А все как-то само собой разгадается. Все время любовь служит такой затычкой в бочке. Кстати, девочки, у меня в связи с этим появился вопрос. Вот смотрите, раньше все-таки от жены требовалось, ну, по крайней мере, стопроцентного выполнения супружеского долга. А про эмоции мужчина как бы не говорил. Сейчас, вот как ни возьми жениха, все про какие-то эмоции говорят, эмоциональная открытость и так далее. С чем это связано вообще? Ну, вообще все изменилось. Сегодня, если всегда было и было нормально доминанта мужчина, то сегодня, как правило, доминирует женщина. Больше возможностей в связи с работой. Женщины стали зарабатывать больше. И поэтому, если женщина раньше по определению была под мужчиной, потому что он добытчик, он принес, он обеспечил, то сегодня женщина говорит, что такое, я что-то не поняла. Понимаешь, поэтому... То есть они превратились в чувственных, что ли, мужчин? Да, в мужчинах больше стало проявляться женское лунное начало. И они тоже хотят эмоции. Это нормально, естественно. Сейчас, как в прайде у львов. То есть львицы командуют. Те, кто воспитывает детей, те и главные. Видишь, она говорит на тему... Мужчина должен быть мужчиной, я считаю, что... Юль, ну жить безэмоционально и как бы тоже, видишь? Тут видишь, как говорят, что именно женщина правит всем, а не мужчина. Раньше мужчина, а сейчас женщина. 34 года. Если вы пришли за женой, давайте вот прям по пунктам. Значит, я поняла, женщина, вы уже дозрели до того, что она должна заниматься каким-то делом. Развиваться, да, обязательно. Развиваться. При этом вы говорите, не хочу ее видеть на кухне, сам обеспечиваю домработницей, кухаркой, нянькой. Нет, если она блестяще готовит, ей это нравится, ну с удовольствием. Все, кто... Любимое дело главное, чтобы было. Хорошо. Вы не будете ее домашними обязательствами нагружать. Нагружать меня, сам все умею делать, да. А детьми кто будет заниматься, она или нянька? Нет, она. Она. Она и я, потому что... Она должна будет подружиться с вашими детьми от первого брака? Не факт. Это как жизнь сведет. Но вы воскресный, вы будете приводить в дом деток? Нет, я постоянный. У меня дети всегда в голове, в сердце. Хорошо, если вы поедете на отдых куда-то вместе, она будет кривить лицо, но в остальном она будет все прекрасная женщина. Не будете на это обращать внимание? А кривить лицо, смотря по какой причине? Ну, потому что она считает, что воспитывать нужно детей так, а ваше бывшее будет воспитывать совершенно по-другому, в пику вашей теперешней. Но очень здесь много подводных. Вы меня запутали. Не, ну, в принципе, все должно... Или вообще эту тему не рассматриваем? Как сложится для вас это... Я думаю, что когда все вот как бы раз, и оно идет. Раз не бывает. Да. Раз, все обговаривает обычно взрослый мужчина. Нет, я не вмешиваюсь в тот процесс, который делается от сердца. То есть, соответственно, если кто-то воспитывает ребенка от сердца... Да? Да. Я не буду вмешиваться. Зачем? И так все происходит. Хорошо. Она должна быть эмоционально открыта. Что должно в это входить? Горячие завтраки вам не нужны, выглаженные сорочки не нужны, смс-ки и постоянные телефонные звонки не нужны. Глаз, горячий. Мое глубокое убеждение и ощущение, что меня любят, и я... Ну, я люблю, я знаю, когда я люблю. А как вас любить-то надо? Как любить? Да. Горячо. Но можно про себя. Нет, горячо можно сковородкой полюбить. Давайте я скажу по полочкам. Давайте. Значит, женщина, ну, не обязательно, вот прямо слово красиво, это понятие такое растяжимое, которая будет искренней. Не факт, как она это внешне проявляет, главное, что у нее внутри. Второй момент. Она не пилит. Это крайне важно. Не давайте повода, не будет пилить. Степень свободы для человека, это для меня вот на первом месте стоит. Но свобода не в плане распутства, а в плане истинной свободы. Второй момент. Ну, что сказать, не суетиться в жизни. Суета, она убивает чувства, убивает свободу размышления. То есть, когда можно просто подумать спокойно и загасить любую ситуацию. Возраст. Ну, я думаю, что не имеет, вот, абстрактно не имеет значения вот эта вот дистанция. Важно, чтобы эта дистанция не была в чувстве. Имеет, имеет. Нам нужно, чтобы женщина была беззащитной. И, разумеется, чем женщина моложе, тем более беззащитная она воспринимает. А вы знаете, иногда очень даже круто, я вот иногда смотрю, иногда прям вот ощущение, что тебя прям поперло. Ой, Нилая. Когда такая женщина... Ну, ты сейчас договоришься, в общем-то. Ну, это так. До моего возраста. Кстати, если тетю Розу надеть, нормально, губы ей присадят. Вот такие, как у меня очки, если я надеть, будет губы. Губы надеть, там, надеть ей косуху, например, такую с разрезом. Представляешь, как она будет секси-бабка? Я думаю, знаешь, Ларис, нужна, наверное, вот одна из характерных черт невесты, наверное, со шрамами на языке. Ну, чтобы кусала, да, чтобы рот свой не открывала. Апутация языка? Вот как только хочешь сказать что-нибудь, сильно прикусывать. Ты знаешь, вообще я бы, я многим бы женщинам это посоветовала. Что мы женщины, и, как моя мама говорит, слово серебро, молчание, золото. Еще болтливость излишняя не украсила ни одной из даже самых больших красавиш. Да-да-да. Понимаешь, больше молчать, а мужчиной, глядишь, сойдешь за загадочную. То, что мужчинам нравится. Да-да-да, очень хороший прием, кстати. Ну, понятно, давайте уже будем тогда знакомиться с невестами, рассматривать. Вот что я вам хочу сказать, Виктор. Вы, конечно, человек хитренький, себе на уме. И, чтобы мы здесь не говорили, причина ваша прихода сюда. Да, я верю, что за невестой. Человек, вы закрытый, и в семье будете закрытые. Вы диктатор, вы человек жесткий, может быть, даже жестокий. Второй раз с вами вижу, поэтому вижу. Поэтому, какая бы женщина с вами ни была, ей будет с вами очень непросто. Поэтому отсюда такие требования, чтобы была не слишком разговорчива, чтобы была нежной, чтобы была младше, чтобы вы над ней имели влияние. Вас не переговорить, не переубедить. Поэтому тяжело жить с таким мужчиной. Поэтому будем искать женщину, может быть, не очень взрослую, но которая уже надорвалась на мужчине, который был хуже вас. Чтобы вы для нее были вот таким ясным солнышком. Будем искать вот такую, надорвавшуюся. Я просто хочу, Виктор, напомнить вам, что у брака одни задачи, у любви совершенно другие. Брак ставит задачи долгосрочные. Вообще, это проект долгосрочный. Любовь, к сожалению, краткосрочная, но имеет возможность возрождаться. Поэтому мы берем невесту, то есть будущую жену, на перспективу и подбираем на перспективу. Но при этом, конечно, она должна испытывать нежные чувства к вам, и вы, соответственно, к ней. Потому что, как я понимаю, без этого качества вы отношения не строите. И вот еще раз просто хочу дополнить Ларису о том, что действительно, если женщина не проявляет вам той степени любви, которую вы ожидаете, может иметь смысл посмотреть на себя. Может быть, вы чего-то не додаете. Поэтому я тоже за то, чтобы разговаривать. Хочешь, чтобы тебя любили, люби. Я очень хочу, чтобы в программе все сложилось, потому что Виктор ждет от женщины настоящих, как я уже сказала, женских качеств и нежностей. Любить умеете по-настоящему. Хотя, естественно, в программе никак вы не можете рассказать об этом или доказать это на примерах каких-то явных. Постарайтесь, пожалуйста, запомнить, что стереотипы общественные играют огромную роль в выборе партнерши вашей. Избегайте стереотипов. Идите за своим живым, за душой, которая есть у вас. И не думайте, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна. Если что, если вы выберете девушку. Вот я вам искренне советую. Хорошо, спасибо. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Виктор». Идите знакомьтесь с первой девушкой. Удачи. Привет. Меня зовут Фрида. Ты можешь любить меня или ненавидеть, но тебе никогда не будет со мной скучно. Шикарно. Спасибо. Оригинальная девушка, но, мне кажется, для этого мужчины она слишком эпатажна. Конечно. Здравствуйте, Фрида. Привет, Лариса. С кем вы? Я пришла сюда с друзьями. Это парни из моей группы. Сергей. И Игорь. Замечательно. А теперь давайте посмотрим на экран, узнаем вас лучше. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Фрида. 21 год. Хореограф, певица и писательница. Вошла в сотню перспективных авторов России. Мечтает, чтобы ее жизнь была похожа на праздник, и предупреждает, что не собирается становиться золушкой. Выйдет замуж за того, кто будет непредсказуемым и терпеливым. Неизвестный поклонник целый год писал Фриде в интернете и дарил ей подарки. Когда выяснилось, что незнакомец девушка, продолжать с ней отношения не стала. Надеется, что с Виктором у них будет идеальная пара. Все-таки Леди Гага взбаламутила умы практически всех молодых девчонок. Я не Леди Гага, я Фрида. Я упала с Марса. Но я по жизни была такая. Эта Гага под меня косит. Я не хочу на это жаловаться. Мне пофигу на нее. Пусть косит. Хорошо. Если хочешь, скажу тебе, отговори. Лариса, и у Леди Гага, и у Фриды, обе сильные овны, и у обеих Венера в овне. Вот, собственно, и все. Она упала с Марса. А ты откуда упала? Еще так, знаешь, так невинно все рассказывает. Роза? Ну, вообще, невеста у нас необычная девушка. Причем, я так поняла, на все руки мастер и чтец, и жнец, и на туде игрец. В общем, супермен галактической. Да, единственное, что не знаю, насколько Виктор сможет смириться с такой креативной внешностью. Я даже не пойму, что у вас там на голове. Но надеюсь, что в голове присутствуют хорошие умные мысли, которые пригодятся для семейной жизни. У меня поставлены самые мощные апдейты. Я супер-мега-галактическая леди Фрида. Со мной все будет круто, чувак. Расслабься. А глаза у нас настоящие или прям даже жуть? У меня настоящее сердце, а все остальное у меня искусственное. Я люблю креатив. Ой, надо поаккуратней. У вас какое образование? Выше. А что вы закончили? Я закончила хореографическое училище. Вы не из Москвы? Я из Москвы, но вообще я с Марса, но вынуждена жить в Москве. Вы же планируете завести детей? Ну, я думаю, что возможности моего биологического механизма предусмотрены для воспроизводства сущностей органического характера. Но так как, как типичный раздолбай, я не могу сказать, что со мной произойдет спустя одну минуту. Мне кажется, что у женщины рано или поздно срабатывает стереотип материнства, понимаешь? И поэтому вот это все будет продолжаться до того времени, пока она не захочет стать матерью. Знаете, какой я вижу свою старость? Какой? Кричит бабка от винта, танцует танец с живота, а дедочки стильные снимают на мобильную. А можно только она будет говорить? Фрида, задайте хотя бы один вопрос, а то наш жених скучает вообще. Что вам интересно узнать о нем? Просто интересно, какие вопросы интересуют Фриду. Я не соскучусь. Скажи мне, ты любишь индастриал? Ну, я даже не знаю, что это такое. Четыревышка образования. Это когда выходят сексуальные тетки, офигительные киберкосмические леди, типа меня, и поют СМЕРЬ ПОПСЕ! Не, ну это круто. Да, это интересный момент. Мне главное две вещи знать. На Марсе конопля не растет. Я не употребляю... Не, главное, чтобы она не росла, потому что не употребляет, может начать. И второй вопрос. Второй момент. Я не употребляю наркотики, а маленькие марсиане, когда, дай бог, появятся, в противогазах будут? Или можно их освободить от этой ночи? От отца зависит. Ты знаешь, все будет зависеть от того, как мы захотим угореть. Если мы захотим угореть чисто индустриально, мы можем даже нырять в унитаз в этих противогазах. Нет, понятно. Детишки-то при этом в противогазах будут или без? Все будет зависеть от того... И должны они за нами нырять? Или они могут посидеть спокойно у себя там? Все будет зависеть от того, как мы их отформатируем. Хорошо. Она, мне кажется, тоже любит себя. То есть она, по большому счету, не за женихом пришла. Вы на самом деле хотите выйти замуж? Да, я хочу выйти замуж. Я ни разу там не была, и мне интересно, что такое этот замуж, про который все говорят брак. Хорошо. Это хорошее слово или плохое, раз это браком называется. Ну хорошо. У вас не случился брак, потому что ваша возлюбленная была от того же пола, что и вы. Долго вы с ней общались в сетях, и потом все-таки вам захотелось с ней увидеться. Она вам присылала цветы, была очень к вам... Я не знала до определенного момента, что это за человек. Я не знала, кто это, какого он пола. Этот человек на протяжении года оказывал мне знаки внимания. А для вас это и не важно, ведь какой пол? У вас же все должно быть... Мы андрогины. Да, абсолютно. Главное, тот эмоциональный и душевный посыл, который исходил от этих вот электронных писем. Будучи абсолютно мертвыми цифровыми сообщениями, письма от этого человека были более чем эмоциональные, живые и теплые. И я оценила прежде всего это. И ни сном, ни духом не почувствовали, что одного пола вы, да? Нет, я не почувствовала это. В течение вот достаточно долгого времени я писала этому человеку, говорила, что откройся, покажи мне свое лицо, давай увидимся, давай встретимся. Хотя бы вышли мне фотографии. Этот человек говорил, что нет, я не вышлю тебе свои фотографии. Я говорила, почему? Он говорил, что у меня есть на то свои причины. Я настояла на том, чтобы мы увиделись, конечно же, потому что все-таки виртуальное общение это не то, лучше вживую. Когда я сказала, приходи ко мне на концерт, пожалуйста, расскажи, кто ты, мне все равно, как ты выглядишь. Я буду в любом случае хорошо к тебе относиться, потому что ты не можешь быть плохим человеком, судя по тому, как ты мне пишешь и какое твое отношение ко мне. И когда я увидела после концерта, как ко мне подходит девушка с букетом моих любимых белых роз, и она мне сказала, да, я тот самый незнакомец, который год... Красивая? Да. Взрослая? Моя ровесница. Но отношения у вас завязались, вы были вместе? У нас, да, были одно время отношения, мы были вместе. То есть для вас это просто был эксперимент, но поскольку вы девушка... Нет, для меня это не был эксперимент, для меня это была абсолютно искренняя и очень чистая любовь. Я не побоюсь даже этого слова. Но просто любовь заключается не в том, чтобы человека держать около себя, а в том, чтобы человека отпустить и дать ему возможность попробовать что-то другое, чтобы он понял, что может быть где-то лучше. Как он смотрит, бедный, с каким выражением лица он смотрит и слушает. Покажите сюрприз, который вы приготовили для Виктора. Пару слов о моем подарке. Это цветок, который я сделала своими руками, и даже не выращивала его в лучших лабораториях Марса. Я сделала его сама, чтобы он сохранил мою энергетику. Я хочу подарить тебе это не просто как подарок, а как кусочек счастья. И помни о том, что когда ты выбираешь женщину, или девушку, или спутницу, она должна вызывать желание заниматься с ней не сексом, а заниматься с ней счастьем. Так вот, пока ты никого не выбрал, пусть тебе будет чем заняться. Хорошо, тогда все, ваше время и стекло, проходите в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Ты слушай кусочек, будет круто. Хорошо. Да. Что-то ты больше с тютками тронулась, чем с этим товарищем. Меня так все спрашивали, спрашивали, я даже не успела с женихом. Бедный мужик, мне кажется, он даже промок, когда на тебя смотрит. Максим и Константин. Да, очень ярко, красочно. Скажи, пожалуйста. Эпатажно, но, мне кажется, девочка еще не наигралась. Я думаю, этот имидж можно иметь в 17-18 лет, но в 21 год надо уже немножко подумать о немножко более серьезных вещах, тем более девушка собралась замуж и за такого серьезного человека, как Виктор. Для всех. Поэтому, я думаю, если вдруг у них что-то получится, он сядет в летающую тарелку, улетит на Марс, я потеряю друга. А что вы скажете? Что я скажу, как психиатр? На самом деле, это очень нежный, чувственный человек, который скрывает вот эту, ну, формулу сделала, но она очень внутри действительно искренний человек, очень милый. Это видно, это чувствуется. Но самое-то главное, что у нас-то вот между собой диалога-то не было. Она все сама про себя понимает, но, мне кажется, висели в другом. Единственное, ну, что я так прощупывала, мне кажется, чтобы она не заигралась до конца. Понимаете, то, что жалко, когда превращаются они в бабушек, и все рассказывают про космос, а при этом ни котенка, ни ребенка, одиночество, старость, злоба, обида на весь мир, когда уходит поезд. Поэтому я Фриде желаю наиграться побыстрее, стать единицей на сцене, добиться того, чего она хочет, чтобы у нее все в жизни получилось, у нее и у ее друзей. Я за таких, как Фрида. Пусть экспериментирует, жизнь от этого становится ярче, но думает о себе, о будущем. Вас не вижу вместе, потому что сначала вы на нее посмотрите, как на неведомую зверушку какое-то время, потом вы захотите от нее каких-то настоящих чувств, настоящих страстей. И боюсь, что у вас терпения не хватит. Будут, конечно, даже она обычная девчонка, которая работает сегодня Фридой. Они хотят страстей. Страстей, давайте устроим страсть. Без проблем, страсти будут. Вот она мне представилась в виде бомбы, знаете, которая крутится, 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 вроде там оттуда искры, и вроде даже красиво. Но результат-то всегда один, она взрывается. Вот не хотелось бы, чтобы такие эксперименты были в вашей личной жизни. Не подходит. О, тетя Роза ждет. Вот он-то Роза. Ром на Роза Дальвадора. Она для астролога, правда, с Марса, потому что она очень сильная овен, несколько планет в овне, и самым важным в гороскопе является Марс. Но это вовсе не то, что мы здесь увидели в качестве вот такого яркого обличия, гротескного. Это активность, напористость, это желание себя преподнести, может быть, иногда любой ценой. Я думаю, что она заводила такая, в хорошем смысле слова, во всем. И это неплохо, но вы не потерпите ту женщину, которая будет ярче вас. Там любая женщина будет ярче него. Ему надо мейкап сделать нормальный, вставить линзы, тогда он не будет париться, что кто-то будет ярче него. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новые знакомства через несколько минут и оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Виктор. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи! Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Очень рада с вами познакомиться. Очень приятно. Мне тоже. Спасибо. Чикуля, ты куда, детка моя? Ты мой цветочек. Здравствуйте, Женечка. Какая вы красавица. С кем вы? Я пришла с мамой и с подругой. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Евгения, 24 года. По образованию специалист по связям с общественностью. Не работает, занимается духовными практиками, мечтает стать инструктором по кундалини-йоге. Предупреждает, что хотела бы родить ребенка как можно скорее. Евгения ушла с работы по требованию гражданского мужа, а через год он начал ее избивать. Надеется, что Виктор никогда не станет домашним тираном. Прямо триллер какой-то. Василис, это звезды так вот располагаются над Евгенией, что ей пришлось страдать только по молодости? Ну, ты посмотри, во-первых, внешне на Евгению. Соединение Луны с Плутоном в Скорпионе восходящее. Она всегда будет манить к себе мужчин, и всегда будет ощущение того, что она управляет мужчинами, которые есть вокруг, эмоционально. Она всегда будет притягивать себе внимание. Вы внутренне, бессознательно заточены на борьбу в отношениях. Вы хотите такого сложного энергетического взаимодействия. Вы хотите эмоционального непокоя. Ну, и поэтому выбирайте мужчин, как я надеюсь. Я абсолютно уверена в этом. Нет никаких сомнений. Мне кажется, что человек взрослеет и начинает какие-то психологические сложности, вот эту жажду драмы преобразовать в что-то другое. А потом супружеская жизнь так много дает поводов драму ощущать в каждом дне, что это само собой может раствориться. А тебе, Роза, невеста, нравится? Ну, вот начну с плюсов. Возраст, подходящий для брака. Москвичка, приданная, неплохое. Более того, детей хочет прямо сразу. Но, мне кажется, Женя не пристала молодой красивой девушке с хорошим образованием и с хорошей семьей не работать. Это тунеядство какое-то получается. Поэтому, ну, надеюсь, вы нас переубедите. А так рекомендую. Ну, а что, она не работала по просьбе или по требованию своего мужчины, с которым жила. Попросил не работать, да. Когда мы с ним познакомились, я работала. Работа у меня была ночная. Я общалась с гостями, с клиентами клуба. Занималась продажей столов. И после того, как стала встречаться с человеком, он мне сказал, что, Женя, я бы не хотела, чтобы ты занималась этой работой. А что ты предложил взамен, допустим? Он же был состоятельный, у него был свой бизнес. Не сказал там, Женька, переходи ко мне вместе, будем зарабатывать, работать. Нет, так он мне не сказал, он мне сказал, сиди дома. И я просидела дома почти год. И после этого он говорит, давай что-то делай. У него появлялось раздражение. Женечка, вы смотрите, если сегодня у молодой женщины есть средства, представляете, какое количество одних курсов можно закончить? Ну, просто, там, начиная печатать вслепую, ну, это я так дуркую, да, заканчивая, не знаю, там. Актерскими, например. Конечно, все пригодится. Кулинарные курсы, курсы с эмелье, все что угодно. Это все в вашу копинку на будущее. Я бы с удовольствием, я сейчас планирую пойти. А почему год-то не занимались этим? Было не до этого? Вы знаете, я впервые жила с человеком, и у меня был такой посыл, мне очень хотелось все в семью. Я научилась готовить. Я как-то, ну... А, то есть не просто лежали у телевизора с красотой. Нет, 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 нет. Я вам что-то не пойму. Вот я смотрю, Женечка, у вас достаточно хороший маникюр, прическа у вас стильная, это требует достаточно серьезных вложений. А на что вы живете, если не работаете? Вы знаете, у меня есть родители, и потом я занимаюсь периодически. Преподаю йогу, это правда очень узкий круг. Вы только начали все это. Я только начала. Я хочу, чтобы у нашего жениха не было неожиданностей, либо в виде бывшего спонсора, который придет и начнет претендовать, либо еще каких-то проблем. Я думаю, не придет. Я думаю, насчет того человека, он больше никогда не придет, я все сделала для того, чтобы это больше не случилось. Да он был просто урод и садист. Вот смотрите, Женечка, когда он первый раз поднял на вас руку, из-за чего? Первый раз это было, ему, насколько я помню, не понравилось, как я посмотрела в сторону какого-то мужчины. То есть ревность? Ревность. И он стал пить. Бедные девочки, обращаясь к вам, если мужчина однажды на вас поднял руку, он сделает это и в пятый, и в десятый раз. Это определенный тип мужской, поэтому бегите сразу, бегите, а так ничего не ждите. А у нас получается, что женщины сбиты, мы, ой, бедные, несчастные, все мужики сволочи. А бывает ситуация, что мужчин может довести. Надо каждый раз, в каждой ситуации смотреть внимательно ту и другую сторону. Вот я про что. Если даже мужчина доведен до предела, да, то есть разум, есть мужская, как бы, какая-то гордость внутренняя, да. Скажите, если ребенок себя ведет отвратительно, по-хамски, плюет вам в лицо, бросает вам, там, не знаю, у вас бутылками кетчуп, вы же не будете его бить, потому что вы большой и сильный, а перед вами ребенок. Вы будете искать какие-то слова, чтобы выразумить, правда? И также из женщины нужно повернуться и уйти, сказать, меня не устраивает. Ну или можно, в крайнем случае, в стенку стукнуть. Тем более, такую девушку грех, как говорится, вообще даже с нее дотронуться. Посмотрю, какая милая, миниатюрная. Что вас в Викторе смущает? Вы смотрели на него? Мне кажется, Виктор очень самовлюбленный мужчина. Я бы хотела задать вопрос. Считаете ли вы себя самовлюбленным, самоуверенным? И насколько, может быть, это мешает или помогает в жизни? Я могу четко сказать. Вот это вот то, о чем вы говорите, закончилось во мне с учетом образования всего, ну, в 25-27 лет. Нарциссизм был с детства, когда говорили мальчик, длинный ресничек. Ой-ой-ой-ой. Ну и красиво. Разбаловали. Но потом, когда я понял, что это не приносит счастья, а наоборот, тебя делает белой вороной, я начал читать об этом. И когда я дочитался, я понял, что вот оно, в чем проблема. Как ты думаешь, как он заинтересованно на нее смотрит? Знаешь, вот по нему очень сложно сказать. Он всегда смотрит. Да, он всегда смотрит и молчит. Мамочка, к вам хочу. Вы создаете впечатление очень мягкого человека. У вас одна дочка? Да. А папа жив-здоров? Да. То есть все для дочки, все для ее счастья? Да, конечно. Понятно. Сколько вы уже лет? 25 вместе? 30? 25. 25? Вот поделитесь секрет. Вот как вам кажется, что ваш брак спасало, что держало на плаву ваши отношения? Ведь вы прошли через самые суровые испытания 90-е годы. Да, наверное. Поэтому вот поделитесь, нам интересно. Поскольку мы поженились уже зрелыми людьми, нам было уже по 31 году и мужу, и мне, мы понимали, к чему мы идем и что нас ожидает впереди. И к 30 годам мы как бы, ну, если не породнились, то стали очень близкими людьми. И кто главный в семье? Конечно, муж. Конечно. Вы признаете себя. Да. С муками будете сидеть? Очень хотелось бы, да. Хорошо. Хорошо, Женечка, покажите сюрприз. Перед тем, как будет сюрприз, я бы хотела сказать о том, что в каждой женщине есть четыре аспекта. Это любовница, хозяйка, девочка и королева. Вот я хочу сейчас вам продемонстрировать один из своих аспектов женских. Пойдемте. Я сама приготовила все это для вас. Так как у меня мама еврейка, папа русский, я очень люблю еврейскую кухню, научилась готовить. Это называется фаршированная рыба. И будьте добры, если вы хотите присоединяйтесь. Ну, потому что мама еврейка рыба пишет. Конечно, я подойду. О чем вы говорите? Здесь еще не только рыба, здесь еще и фаршмак. А у меня еще блинфики есть. Блинфики, оладушки и парамочки. Короче, она его сейчас охомутает и будет потом его жестко прессовать. Никогда не пробовали еврейскую кухню? В Израиле не был, хотя хотел, ну, рядышком был там. Как это вкусно? Пробуйте. Я с удовольствием. Кажется, да? Кажется, вы молодец. Сама ослужусь. Это невозможная вкуснота. Спасибо. Еще есть вино. Потрясающе. Я считаю, что все-таки женщина должна быть хозяйкой. Вот вы говорили о том, что для вас это не важно, что моя женщина, она будет там куда-то ходить, красоваться, дома готовить не будет. Все-таки важно, когда женщина готовит именно для вас. Никакая домработница, такой фаршмак и такой рыбу-фиш не сделает никогда. И то, что вы мне поверьте. Спасибо вам. Расходимся. Мне понравился мужчина. Мне тоже все-таки приятно. Обаятельно. Обаятельно. Ну, если вы мне верите на слово, девочки. Верим. То это на самом деле потрясающе. И милейшая мама, милейшая девушка со своими, конечно, тараканами, у кого их нет в 24 года. Но то, что она из правильной семьи, это важно для будущего. Понимаете, есть ориентиры. Ну, хорошая. Спасибо. 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 Согласна, девушка красивая, ухоженная, все нормально. Но вот что меня насторожило, это тихий, вкратчивый голос. Что-то в этом кроется какая-то опасность. Послушайте, ну не все разговаривают так, как мы с Розой, поэтому... Виктору, может быть, и подошла бы такая девушка, которая в его тени чувствовала бы себя комфортно и спокойно. А как вам-то? Да, важный вопрос. Потому что глаза-то у вас загорелись, несмотря на то, что вы сказали, не надо ей кашеварить, я ей сам все найду. Нет, вот та штучка справа, которая была, вот я не знаю, что называется, безумие какое-то. Да, вообще великолепность. Фаршмак. Согласен, да. Она будет очень крепко держать вас в своих руках, она будет чувствовать ваше настроение, за счет этих настроений играть. А за этим будет более энергии? Ну это правда. В какой-то степени. Это правда в полной степени. Ты же знаешь меня. Да. Мне как раз кажется, что если она сумеет вот таким тихим образом мужчину управлять, будет очень-очень неплохо, потому что во вред ему это точно не будет. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Не пропустите. Спасибо. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Виктору встретиться с третьей невестой. Проходите удачи. Добрый вечер, Виктор. Очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь на продолжительное знакомство. Базут. Дарья. Дарина. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Яркая, красивая девочка. Давайте посмотрим на вас. Дарина. 23 года. Начинающая певица. Гордится, что в 16 лет самостоятельно открыла салон красоты в Самаре. Предупреждает, что не потерпит никаких ограничений в свободе. Никогда не выйдет замуж за лентяя и ревнивца. Избранник Дарины умолял стать его женой и подарить ему детей, но она променяла его на карьеру в Москве. Надеется, что Виктор не будет запрещать ей работать. Когда в 16 лет открываешь собственный салон, меня это очень смутило. Это знаете как? Объясню так. Салон не был в моей собственности. То есть помещение как бы не было в собственности. Мы просто арендовали. И как бы понятие открыть салон, это просто взяла, все сама организовала. То есть нашла... Стартовый помещал. А деньги взяли? Стартовый помещал. Ну, на тот момент были родительские деньги. То есть они как бы не против были мне помочь. Ну, понятно. Что скажешь о нашей невесте? В Гороскопе у вас есть знак, что вы из-за мужчины можете пережить страшное потрясение. Очень непростую ситуацию, что действительно личная жизнь может принести, ну, не хочу говорить фатальную, несмертельную ситуацию, но непредсказуемо, очень сложно ею будет управиться. Но тут все зависит от вас с точки зрения выбора. Вам очень важно выбрать мужчину понятного с точки зрения здоровья, правильно, то есть не выбирать больного. Второе, если мужчина ведет неправильный образ жизни. Если он кажется странноватым, если он кажется мутным, непонятным, вот какие-то недосказанности, вранье. Если он обманщик и врун, это сразу давайте отставку. Слушай, у нее какие-то все обманщики вруны. Это что за безумие? Кто ее будет обманывать? Ты посмотри на нее. Что там обманывать? Кого вообще? Дело в том, что девушка, да, красивая, но свободолюбивая. Свободолюбивая я не подразумеваю отношения в браке. Меня интересует свобода в том, чтобы мой избранник поддерживал все мои начинания. Ну, скажите, был у вас, Дариночка, такой избранник, и всем был хорош, и состоятелен свой бизнес, и любил вас до смерти, и отношения у вас были прекрасные. Что вдруг вас от такой сказки потянуло в Москву делать карьеру? Во сколько лет, кстати? Ну, два года назад я переехала в Москву. 21 год. 21 год, да. То есть у нас была такая ситуация, что у нас действительно все было как в сказке. Он за мной очень ухаживал, красивый, и все подружки, наоборот, как бы, да, говорили мне, посмотри, тебе еще такого будет сложно найти. Потому что, действительно, мужчина из категории той, который будет сделать все для того, чтобы его женщина, которая рядом с ним находится, она была счастлива. Ну, какого рожда захотелось-то? Вы вдруг проснулись в 21 год, выгонили, хочу быть певицей. Нет, во-первых, я всю жизнь занимаюсь вокалом, у меня это в приоритете было всю жизнь. Я знала, что для меня карьера, она всегда была на первом месте. И мне важно, чтобы мужчина меня очень поддерживал в этом. Надо поддерживать мои начинания. Начинания? Ну, желательно побольше денег. Талант. У меня талант. С молодым человеком мы встречались или вместе? Нет, мы вместе жили, у нас были там, ну, достаточно продолжительные отношения. Но он настолько был тех нравов и такого воспитания, что, видно, в его семье его, как бы, родители, может быть, были, ну, таких понятий, что женщина должна быть, как бы, при мужчине. И он будет держать семью замуж. Торопила и хотел детей. А он чем занимался? Ну, бизнес у него был. Он, ну, что, был страшненький? Нет, то есть там не было никакого криминала, ничего не было. А вообще, тогда комплексы мужчинам нравятся, когда женщина яркая и хорошо выглядит? Он был слишком ревнив, потому что я видела эти отношения. Но если вы поете ночью другим мужчинам, что делать мужу? У меня не было опыта, конечно, в отношении. Не нашли клубов, там, я не задерживалась. А где вы пели? Не то, что пела. У меня на тот момент, как бы, я записывала альбом, я там, покупала песни у композиторов и записывала альбом. А кто оплачивал? Это же затратное дело записать диск, например. Песни купить. Ну, и родители помогали, как бы, и он тоже содействовал как-то. А как расставались? По-живому резали? Вы же вы тоже наверняка любили. Нет, мы расставались как бы мирно. Просто я приняла себя, я на самом деле в Москву прорывалась очень давно переехать. И потом окончательно, когда уже все он сказал, типа, выбирай либо так, либо ты со мной, мы с тобой рожаем детей. А он не захотел с вами сюда, да? Нет, у него там бизнес, он как бы, ну, физически не может все это дело переложить на другой город. Вы поняли, что для вас сцена важнее, чем отношения с мужчиной. Это та категория мужчин, что если я сейчас заключу брак, рожу детей, он будет заниматься своим бизнесом, я буду сидеть дома воспитывать детей, но в 30 лет, когда я пойму, что я не саморализованный человек, я пойму, что жизнь не удалась. Ясно. Виктор, мне кажется, в этом смысле для вас идеальный мужчина, потому что он, во-первых, на сцене, во-вторых, у него связи, в-третьих, он, я думаю, не эгоист, и если он почувствует, что вы перспективно, он вам поможет. У него нет задачи упахать женщину, чтобы она, там, первое, второе, компот и с пылесосом. Мне кажется, у вас могут сложиться отношения. Дарина, я правильно поняла, вы сейчас, ну, находитесь на иждивении у своих родителей, они вас поддерживают, помогают, спонсируют. Ну, знаете, сложно сказать, у иждивения на родителей, все-таки это родители, это не кто-то там мужчина, которому не обеспечить, это родители, которые по-большому... Я говорю, хорошо, вы на содержание у родителей, если вам не нравится слово иждивение. Дарина, а если вас не будет поддерживать мужчина, вы не будете с ним рядом или вы не будете этим заниматься? Поддерживать именно мои вокальные начинания? Ну да, он скажет, мне интересно будет. Да, он скажет, мне не очень интересно, ну, ты поешь, ну, есть у тебя голос, ну, прекрасно, ну, в общем, я не могу сказать, что это цель моей жизни, дорогая, развивать твои вокальные способности. Ты бы вот подумал, что не поймал. Значит, он меня не любит тогда. А давайте посмотрим, может быть, у вас сюрприз связан с тем, что вы... Да, у меня связан. Будете петь? Да, конечно. Ну, слава богу, что мы ходим вокруг да около, может быть, сейчас так обалдеемся, что сами захотим Дариночке помогать. Мы будем делать нас, да. Да, пожалуйста, проходите. Сегодня я для вас исполню песню, которая называется «Shining Star». Это «Яркая звезда, горящая». Будьте меня поддерживать немножечко. Такая женщина вам. Вот, но не до конца продумала образ и немного не соответствует. Ты это чувствуешь, да? Я это вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Дарина и Юля, посмотрите на нас из своей комнаты. Фуф. Ну, что-то прямо на нас как-то накинулись, да? Максим и Константин, что вы увидели? Девушки, рано замуж еще? То есть ей, скорее всего, нужен не муж, а спонсор, я думаю. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, она творческая личность. Виктор тоже творческая личность. И два человека не уживутся просто рядом. Они будут друг друга забивать. Вы что-то увидели, вас что-то поразило, вот, допустим, не в истории Дарины, а в том, что вы сейчас послушали? Ну, я опасаюсь всегда говорить, потому что я много лет занимался вокалом. Я не хочу никому подрезать крылья, у всех свой путь. И с точки зрения вокала, слух у нее есть, развить вокал можно. А как жена вам, Дарина, никак вас не... А мы ни разу почти в глаза не посмотрели друг другу, ничего не могу сказать. Хорошо. Я думаю, знаешь, он все-таки на вторую девушку, конечно, склоняется. Ну, по темпераменту, по темпераменту она такая вот спокойная, обычная. Не то, что ему нужно. Но ведь она, смотрите, что сказала. Она же сказала, что если мой будущий муж не примет мое увлечение, значит, он меня не любит. Все в сад. Ну, не хотелось бы вас, чтобы... Не хотелось бы, чтобы вам разбили сердце. Конечно. Лариса, ну я... Как мне видится, Дарина не просто хотела бы умеренного одобрения со стороны мужчины, или хотела бы того, чтобы ей не ставляли палки в колеса. Она ждет активной поддержки. Я не услышала ни одного слова о том, какой мужчина должен быть. Чего она хочет, о чем она мечтает, какого типа отношения она хотела бы. Звучало только то, что он не должен ей мешать. А еще лучше финансировать. Так, вывернули, как будто это спонсоры ищешь какого-то. Максим и Константин, я думаю, вы уже определились, с кого будете советовать. Все девушки, безусловно, интересны, каждая по-своему. Но мне все-таки, кажется, больше подходит Дарина. Дарин, ну и как ты рассматриваешь Виктора как спутника своего жизни? Знаешь, на самом деле понравился молодой человек, но рядом с собой его абсолютно не вижу. То есть, ну не мой типаж, просто. А, вы что скажете? На мой взгляд, Виктору больше подошла бы девушка по имени Евгения, которая у нас была второй. Потому что они, по крайней мере, могли бы дополнять друг друга. Она такая тихая, спокойная. Виктор такой энергичный, целеустремленный. Она не тихая, не спокойная. Она просто хорошо воспитанная. Что большой редкостью является. И поэтому всем кажется, что тихо и спокойно. Это не недостаток. А нравится ли тебе Виктор? Женечка, ты выйдешь, если он зайдет сюда? Девочки мои, я вам так скажу, что Виктор хороший, интеллигентный мужчина. Видно, что образование не прошло даром. Но если он зайдет к нам, я не выйду. А ваши впечатления? Ну, безусловно, вот подбор удивительный, конечно. Да, уж вам повезло, я вам хочу сказать. Я до сих пор смятение мозгов и чувств испытываю. Виктор, ну первая это зажгла тоже девушка у нас. Да, вот я по поводу первой Фриды хочу сказать. Конечно, все не так, как она рассказывала. И если вы человек любопытный, если вам интересно узнать, что за шелухой, за дредами, за друзьями, за вот этой бла-бла-бла, то, конечно, вы выйдете с Фридой. Потому что мне, например, было бы интересно разгадать про нее. Хотя я в силу опыта и возраста, конечно, понимаю, где правда, где ложь, а где намек. Ну и как тебе парнишка, который даже не знает, что такое индастриал? Ну, знаешь, на самом деле жених прикольный, он симпатичный, у него добрые глаза, видно, что он хороший человек. Либо, если вам уже 34 года и вам лень это разгадывать, то, безусловно, Евгения. Потому что она, согласно с вами, настоящая красавица, умница, с серьезными намерениями пришла с мамой. Мама прелестная. Все, готовая невеста. Не мое. Слишком, видимо, мужчина любит себя в первую очередь. А мне бы хотелось, чтобы мой человек любил меня. Роза. Виктор, вот вы, вполне вероятно, можете превратиться в такого собственника. Жену превратите в предмет больше домашней обстановки. Тогда не удивляйтесь, что теряете друга, теряете партнера. Вот мне кажется, что Евгения очень быстро может превратиться в предмет обстановки и от этого страдать. Поэтому я, конечно, дарину. А каковы твои шансы? Вот ты думаешь, что им как вообще? Однозначно. Нравилось? Здесь даже и сомнений, мне кажется, не должно возникать. Но, естественно. Ну, а звезды все-таки, наверное, вернее всего подскажут, кому нужно идти Виктору. Звезды просто срывают маски. Я, конечно, считаю, что вам нужно выбирать Евгению, потому что по всем вашим внешним требованиям она вам идеально соответствует. Но учитывайте, что это женщина, которую вы будете изучать и разгадывать долго, что она гораздо более активна, она гораздо более действенна, она совсем не такая тихая ромашка, какой она здесь представилась. Евгения ждет от мужчины активности, завоевания. Я считаю, что вы вполне способны именно женщиной такого типа их проявить. Поэтому я абсолютно уверена, что Евгения. Виктор, ну идите вам удачи, чтобы вас приняли в комнате, в которую вы войдете так, как вам хочется. Мы вас в любом случае поддержим. Хорошо, спасибо. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Евдоким, 29 лет, номер 1890. Менеджер по продажам в торговой компании. Ищет красивую и темпераментную непоседу, способную на авантюрные поступки. Алексей, 32 года, номер 1891. Создатель веб-сайтов. Ищет умную девушку, которая подарит ему троих детей и станет лучшим другом. Мы не знаем, выйдет Виктор один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет! Ужа, блин! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, что послушался. А в вашем случае, если у вас все сложите, ящик, пожалуйста, шампанского дорогого. У нас есть пара Виктор и Фрида. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, или хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ А люби, так много песен сложено, Я спою тебе, спою еще одну. Вот такая нежнятина, на которой мы бабы-падки просто на раз. Меня почему-то зацепил его взгляд. Хотя вы мне предупреждали, что он тебе не нужен, что это не твое, что он даже не изменится. Мы познакомились в Москве, в кафе. Это была моя первая любовь. Мне тоже не нравится предприниматель, спортсмен, не курит натуральный блондин. Он по-другому как-то вот так. Вот, Матя. АПЛОДИСМЕНТЫ